Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Чингис Абдулаев. Почти невероятное убийство. Роман. Ростов-на-Дону, Харьков. Профпресс. Грампус-Эйд. 1997 год. Часть первая. Исчезнувший убийца. В современных условиях преступные организации и отдельные индивидуумы все чаще прибегают к применению новейших технических средств для совершения преступлений и их сокрытия. Они идут на любые ухищрения. Их методы становятся все более разнообразными, что соответственно затрудняет работу правоохранительных служб, вызывая новые ранее неизвестные трудности. Криминалистам необходимо детально исследовать эти методы преступников и умело их классифицировать. Из доклада Постоянного комитета экспертов по предупреждению преступности и борьбе с ней при экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций. На Пятой авеню Манхэттена вспыхнули огни. Неоновая реклама бешено заплясала на зданиях, словно собираясь спалить город ярким фейерверком своих красок. Серые и унылые улицы постепенно стали оживать, медленно пробуждаясь от сна. Засветились витрины больших и малых магазинов, освещая многообразие выставленных в них товаров, завлекая своим великолепием случайных прохожих. Ударили неоновой волной огни отелей. Яркий свет загорелся и на двенадцатом этаже одного из гигантских небоскребов, которыми так славится Нью-Йорк. По коридору этажа быстро шли люди, направляясь к лифту, расположенному в левом крыле здания. Прямо у лифта, в самом конце коридора, большие стеклянные двери. Опытный глаз мог без труда различить тяжелые пули непробиваемые двери, специально изготовленные для банков. По обе стороны двери сидели дежурные. Пристально изучив удостоверение, приняв специальные карточки у входящих, висевших у них на лацкане пиджаков, дежурные молча пропускали их к лифту. Через десять минут этаж был пуст. Специальные камеры, установленные в разных концах, бесшумно фиксировали пустой коридор. Почти рядом с дежурными находилась комната номер 1202. Обилие аппаратуры и всевозможных приборов в ней создавали иллюзию информационного или вычислительного центра. За центральным пультом удобно расположился мужчина лет сорока, чуть выше среднего роста, плотный, уже начинающий лысеть, с тяжелым подбородком и резкими волевыми чертами лица. По левую сторону от него сидел напарник, лет на десять моложе, высокий, загорелый, темноволосый, с правильными, тонко очерченными чертами лица. Он, отклебывая кофе, что-то записывал в открытый перед ним журнал. Дверь отворилась. — Я ухожу, Чарльз, — послышалось с порога. — Уже? Чарльз полубернулся к двери. — Я думал, ты сегодня задержишься, Вальтер. — Там Анна и Антонио. Они справятся. Осталось обработать последние данные. Через полчаса все будет готово. Да, совсем забыл. Там еще в последней лаборатории сидит Эдстрем. Я к нему заходил. Он опять увлечен каким-то делом. — Виктор, запроси, не остался ли еще кто-нибудь на этаже? — обратился Чарльз к своему напарнику. Тот нажал на кнопку, вызывая дежурного. — Говорит Асенов. — Кто остался на этаже? — Только что к вам вошел Вальтер Вальеров. В его лаборатории работают Анна Фрост и Антонио Перес. В соседней — Карл Эдстрем. Больше никого на этаже нет, сэр. В соседней — Карл Эдстрем. Больше никого на этаже нет, сэр. — Эдстрем предупредил вас, что задержится? — Нет, мистер Асенов, — ответил дежурный. — Соединись с Эдстремом, — посоветовал Чарльз, — и узнай, до каких пор он будет нарушать наши правила. — Это уже без меня. Обещал сегодня Жене быть дома пораньше. Всего хорошего, Чарльз. До свидания, мистер Асенов. Вальтер шагнул к дверям. — Будь здоров, Вальтер. — Привет, Инги. — Я, может, заеду к вам завтра? — Поздравь ее. У вас ведь сегодня юбилей? Двадцать лет? — И как только ты все помнишь, Чарльз, — удивился Вальтер. — Окей, заезжай завтра. Мы тебя будем ждать. Кстати, завтра мы и собираемся отмечать эту дату официально. А сегодня махнем с Ингой за город. Вальтер вышел, плотно притворив двери. Камера проследовала за тем, как он дошел до конца коридора, показал удостоверение, отцепил карточку и только потом вышел. Стеклянные створки дверей автоматически сомкнулись. Второй дежурный также придирчиво проверил документы Вальрофа и лишь затем вызвал лифт. — Господин Эдстрем уже третий раз вызывал в микрофон Асенов. Наконец раздался нетерпеливый голос. — Я слушаю. До каких пор вы будете нарушать инструкцию? — А, это вы, господин Асенов. Дежурите сегодня с Чарльзом? — Мой привет мистеру Деверсону. Я уже заканчиваю. Через пять минут ухожу. Виктор недовольно щелкнул переключателем. — Он всегда так. Если ему не напомнить, может просидеть до утра, — заметил Чарльз. В противоположном конце коридора показался мужчина. Он спокойно закрыл за собой дверь и, чуть прихрамывая на левую ногу, двинулся по коридору. Камера внимательно следила за его продвижением. — Антонио идет. Виктор посмотрел в экран. Человек подошел к их дверям, постучал. — Войдите, — разрешил Чарльз. И когда дверь открылась, добавил. — Вы могли бы не стучать, Антонио. Я же вижу вас на этом экране. Вошедший пожал плечами. — Вы правы, мистер Деверсон. Я все время забываю про эти камеры. Я просто пришел сообщить, что мы почти закончили работу. — Так быстро? — удивился Чарльз. — Конечно. Мы проанализировали ситуацию и нашли. — О, Господи, что это? Громкий женский вопль прервал его слова. Все насторожились. Раздались два выстрела. Кто-то еще крикнул, и все стихло. Камеры продолжали бесшумно стрекотать, обшаривая пустой коридор. — Блокируйте двери, — приказал Деверсон обоим охранникам в микрофон. На правом экране он увидел, как замерли по обе стороны двери двое людей с выхваченными пистолетами. Он включил все камеры. Коридор был по-прежнему пуст. — Откуда кричали, Виктор? — спросил Чарльз. — Мне показалось, из лаборатории. — Да, — подтвердил молодой человек. — Точно оттуда. — Господи, Боже мой! Что-то могло случиться. Вырвалось у побледневшего Антонио. — Быстро за мной! — приказал Деверсон, рывком поднимаясь с места. — Проверьте оружие. — Есть! Виктор выхватил магнум. — Никого не впускать и не выпускать! — крикнул Чарльз в микрофон. — Смотрите в оба! Деверсон и Асенов выбежали в коридор. У дверей на готове стоял дежурный. — Никого не видел? — на ходу спросил Чарльз. — Никого, сэр. Но кричали из лаборатории. Деверсон бросился в ту сторону. Рядом торопливо шагал Асенов. Чуть поостав, за ним бежал прихрамывающий Антонио. Добежав до дверей лаборатории, Чарльз остановился и через плечо крикнул Антонио, чтобы он пока не входил, после чего резким ударом ноги распахнул дверь и ворвался в помещение. За ним Асенов. В комнате никого не было. Они побежали между длинными рядами столов, заставленных различной аппаратурой, и ворвались в другую комнату. Это помещение было смежным между лабораториями. На полу, широко раскинув руки, лежала Анна Фрост. Юбка чуть приоткрыла колени, в глазах застыло выражение ужаса. Левая грудь была дважды прострелена. Из раны на пол тонкой струйкой сочилась кровь. Кровавая лужа растекалась вширь. Рядом стоял Карл Эдстром, сжимая в руках револьвер. Весь его вид выражал недоумение. Чарльз немедленно поднял свой магнум и спокойно подошел к Эдстрэму. — Карл! — обратился он неестественно ровным голосом. — Отдайте мне ваш револьвер. — Это вы, Деверсон? Эдстрэм словно очнулся от сна. — Такая нелепая история. Я сидел в своей лаборатории, и вдруг эти крики, выстрелы. Когда вбежал, здесь уже никого не было. Представляете, убийца успел убежать. И вот бросил свой револьвер. — Дайте его мне! — еще раз спокойно произнес Деверсон. — Пожалуйста. Карл протянул револьвер, и только тут увидел направленное на него оружие. — Послушайте, Чарльз, если вы думаете, что это я... Деверсон взял револьвер, предварительно вынув из кармана платок. — Я ничего не думаю, мистер Эдстрэм. Я тоже, как и вы, слышал крики и выстрелы, и ничего не видел. Вы только что сказали об убийце. Так вы его видели? — Господи, конечно, нет. Я говорил в тот момент по телефону. Дело в том, Эдстрэм, что из этого помещения можно уйти или через лабораторию Анны Фрост, или через вашу, и в любом случае убийца должен был выйти в коридор, а там никого не было. Как никого? Эдстрэм был больше удивлен, чем напуган. В комнату вошел Антонио. Увидев мертвую, он прислонился к одному из столов. Какой ужас! Антонио стал почти белым. — Кто это ее, Карл? — Понятия не имею. Эдстрэм сжал кулаки. Чарльз кивнул Виктору, и тот быстро прошагал в соседнюю лабораторию. Через минуту он снова показался в дверях. — Там никого нет. — И не могло быть. — Здесь же негде спрятаться, — сказал Антонио. Деверсон, испытующий, смотрел на Эдстрэма. Затем наклонился к убитой. — Карл, вы же эксперт по оружию. Взгляните. Стреляли явно из этого револьвера. Я уже это заметил. Эдстрэм был спокоен. Причем сразу. Вот почему я чисто машинально поднял это оружие, чтобы закрыть дульное отверстие. Вы должны знать, что на моем месте так поступил бы любой эксперт. Виктор обратился к своему молодому коллеге Деверсон. — Обследуй хорошенько коридор. Осенов выбежал из лаборатории. По обе стороны коридора висело несколько камер, продолжавших еле слышно стрекотать. Он бросился в другой конец к дежурному. — Вы кого-нибудь сейчас видели? — Нет, сэр. Кроме вас троих никого. — твердо ответил дежурный. — Проверьте еще раз по своим карточкам. Может, кто-нибудь задержался на работе? — потребовал Виктор. — Это невозможно, сэр. — напомнил ему дежурный. — Ни я, ни мой напарник не можем впустить или выпустить человека без специальной карточки. — Вы же сами знаете, мистер Сенов. — Посмотрите, на этаже только вы пятеро. Мистер Деверсон, вы Антонио Перес, Карл Эдстрем, Анна Фрост. Больше никого здесь нет. Все двери закрыты. Вот ключи от всех комнат. А что там случилось? — Убийство, — коротко бросил Виктор. — Будьте внимательны. Может быть, кто-то здесь прячется. Дежурный улыбнулся. — Это никак невозможно, сэр. Вы же знаете, в каждой комнате у нас установлены контрольные приборы. Если даже человек без карточки сумеет каким-то чудом пробраться мимо нас, приборы его тут же зафиксируют. Чтобы каким-то чудом пробраться мимо нас, приборы его тут же зафиксируют.